всем привет всем привет ну что закончился мега матч мега матч между московским спартаком и питерским зенита зенит выиграл спартака со счетом 3113 вот и давайте поговорим о результатах этого матча вот по игре с не полностью перевел спартак счет 131 ну наверное он совершенно не отражает результат потому что не должен был выиграть больше не должен был выигрывать больше потому что у спартака моментов то и не было детства госпартак забил спинать спинать из шального пенальти принципе то писатель не было если бы по моему борис не задел рукой мяч он случайно это не это не такси не сказать это был фол последний надежды какой-то подножка нет это просто рукой задел случайно на мяч и пенальти был мы в питере говоришь это был пенальти я на стриме сквала это пенальти за игру рукой это пенальти вот больше моментов спартака и не было там при счете 21 пользу зенита тому бандонга был момент мог забить такой пол момент а больше ничего не было ничего вот и кто-то сказать что плохо сыграла защита спартака пропустила три года могли больше пропустить но для меня главный итог этого матча это отсутствие нападения я атаки у спартака полная отсутствие то атака спартака в этом матче было импотентное и не было и он не было вот вообще не было опасных моментов не было ничего не создали промы сыграл бандонга играл соболев играл ничего не создали промыса не было видно соболева не было видно и самый главный повторяющий раз и главный итог это отсутствие атаки у спартак отсутствие атаки у спартак а вот многие перед матчем говорили что вот у зенита проблема в обороне зенит не играет а по итогу мы видим что спартак то играл с колхозами с колхозами да с колхозами атака вас будет забивать а с нормальными командами да получилось как получилось при этом что я считаю что зенит находится не в оптимальной форме достаточно просто чтобы бразильцы настроились на матч серьезный матч со спартаком да и все это совершенно другая команда вот поэтому главный итог этого матча для меня это отсутствие атаки спартака ее не было не был промысл 0 вот если воды оценивать давать оценки по этому матчу и по десятибалльной системе каждому игроку от я промысл ставлю 0 просто 0 вот тебе оценка 0 соболев тебе оценка 0 даже несмотря на то что ты гол забил вот пони как это бубного говорит кариока дойка вот и также промысл дойка вот теперь поговорим про зенит зенит удивил удивил вполне хорошей комбинационной игрой до начале матча прижались но в первом тайме зенит полностью переграв спартак вот по игре там были у моментом там был удар в перекладину соболева чистый момент 100 процентов создали вывели соболева один на один не соболева сергеев как особо для чё у них сергеева вывели один на один со свиновым да и он ударил в перекладину после этого буквально там через четыре минуты уже забил венту вот но первый тайм зенит переграл полностью по игре полностью играл спартак по игре ну вот во втором тайме зенит чуть-чуть прижался вот и спартак принципе мог там при определенных течениях обстоятельств мог сравнять счет но этого не случилось потом второй гол вендал а потом уже гол кассиер вот но зенит там ухо во втором тайме забивать не один мяч с кассиер до этого еще не забил гол как он мимо ворот ударил уму непостижим вот что удивляет зенит но во первых конечно же два лучших игрока этого матча это вендал и и вы клаудине особенно вендут готов ребят не касси и не кассиера не дкс не мантуан там нет ни какие-то другие игроки они вы можете сколько угодно игроков брать на есть топовый игрока есть обычный средний игрок вот такие раз это обычный средний игрок мантуан это обычный средний игроки и вы никогда не достигнете уровня вендала никогда вендал даже не тренировался бухал тарахал телок там до приезжает он лучше игрок вот это понимаете это вы в этом и смысл покупок то есть вы должны покупать только топовых игроков или не покупать вообще никого вот все вендал это вендал вот что-то сказать просто берем он берет мяч вы и выходит из штрафной площадки зенита и разгоняет атаку еще положительный момент второй положительный момент этого матча у зенита у зенита это очень хорошо сыграл алип очень хорошо сыграл я конечно был удивлен вместо ренаны вот так и полу поставили да и очень хорошо ли несмотря на то что у меня были очень критически к нему такие ожидания да ну алипус играл очень хорошо даже мог бы гол забить в первом тайме с углового да ну молодец молодец прогрессирует пацан дай бог чтоб он так играл вот олег сыграл очень хороший там по десятибалльной системе его оценивать я ему 9 баллов ставлю для его уровня для его он сыграл на максимусы на данный момент от алиппа конец так не ожидать второй момент защита защита и опорная зона зенита сыграли очень хорошо очень хорошо ничего не позволили игрокам спартака сделал теперь и теперь поговорим вообще про пропущенные голы спартаком и что делать спартаку да а ребят вся проблема спартака на мой взгляд это это оборона от обороны вы ребята можете увольнять об аскаля можете там назначать вместо него гвардиолу можете там тухеля назначать можете там знаю кого угодно значит но с такими защитниками вы вы не будете играть в обороне от слова со всего не в об аскале может ими ничего сделать поймите какую бы тактику схему ты мне привела этим защитником эти игроки не защитники ребят вот вы поймите просто поймите а хрусеевича надо выгонять из клуба разрывать контракт это кошмар какой-то тихий ужас денисова надо выгонять в куда угодно выгонять просто из клуба джики давно выгонять нужно из клуба дуар давно выгонять это бы кто его купил зачем он нужен вообще ну и все это тихий ужас ребята вы поймите что с ними вы ничего не сделать ничего не сделает с этими людьми невозможно ничего сделать не как игра от слова совсем никак никакой тренер с ними ничего ничего ребят их не ты их не натренируешь тренер не тренируют он просто делает схемы а не ты по понимаете вот их зачем игроки зенита просто проходит их все проходят их игроки нижнего новгорода проходят их игроки мертвого оренбурга проходят кто их только не проходит они но не они они не соответствуют уровню pfl они соответствуют уровню фэнл они не денисов джики это не игроки вы поймите вот ребята я и поиграл центральным защитником на любительском уровне ну довольно долго около двадцати лет если не больше я бы тебя центральным защитником разных там студенческих командах не студенческих команд я всегда играл центральным защитником хорошим центральным защитником вот я всегда играл в основе естественно и как мне как центрального защитнику приводили партнеров слева и справа. Слева, справа или еще одного центрального защитника. Вот ты с этими защитниками будешь играть. Вот тебе приводят игроков, ты понимаешь, что они не игроки. Как бы ты им что не говорил, как бы ты не говорил им правильно играть, они не смогут играть. Понимаете, ребята? Они не смогут играть. Потому что они не готовы. Они просто не готовы играть. Это неквалифицированные игры, ты просто их убираешь. Понимаете, ты ничего с ними не сделаешь. Вот Денис, Аджики, Ахлусевич, Эдуард, это именно такие игроки. Вы с ними ничего не сделаете. Вот я как играю в центральном защите, вот как я играл, да приводят мне игроков на новеньких, да, а они по мячу не попадают. Вот просто не попадают по мячу. Ты им ничего не объяснишь. Они просто не попадают по мячу. Вот это пример, вот такая же ситуация сейчас с защитниками Зенита. Не Зенита, а Спартака, ты с ними ничего не сделаешь. Понимаете, ни Абаскаль, ни Гвардиола, ни Капелла, ни Господь Бог, ни ты с ними ничего не сделаешь. Это вот такая данность. Вот, и поэтому их просто, их надо убирать из команды. Вот как рассказывал, убрали там, в аренду отправили в Крыга и все. И в аренду вообще его отправили. И также есть история, Джики давно надо было, еще два года назад убирать. Вообще, блядь, ни о чем вообще игроков. В гол свои ворота, блядь, забил сегодня. Хлустевич, бух ты, может, кто это вообще? Зачем он? Как вы его могли взять? Ну, как вы могли взять Хлустевича? Да вы о чем вообще? Как вы можете его составствовать? Зачем? Ну, зачем? Ну, какой Хлустевич, блядь, Денисов? Да уберите вы этого Денисова. Да вы о чем вообще? Дуарды, ну, блядь, две красные схлопотал, блядь. Помню, что в тех матчах его ставят все равно. Ну, вообще, ну, кошмар уже. Да вы поймите, вы, они, ну, они не уровень медиалиги, даже, блядь. Ну, поймите это. Не в Абаскале дело. Вот, Абаскаль хороший тренер, хорош для Спартака, блядь. Если хотите, давайте поменяем. Мы вам отдадим Симака, Абаскале, Зенит. Это будет охуенно. Охуенно. Вот, блядь. Поэтому, вся эта история с этими, с обороной Спартака, эта история игроков, это именно история игроков, потому что это, это ужас какой-то, это не игроки, это какой-то тихий ужас, их надо пинками поджать, выгонять из команды, и чтобы они больше там не играли. Вот и все. Ребят, не в Абаскале дело. Поверьте мне, вот, поверьте мне, это не в Абаскале дело. Вы поставите туда, вернете это Масима Карреру, блядь. Там, кого угодно поставить, у вас ничего там не будет. Там, наверное, два центральных защитника. Вот, сейчас вы просто, вот, братья вот этих четырех игроков, просто разрывать с ними контракт. Плачешь ему. Все мы отступны, и все, пошли нахер отсюда. Больше у нас в базе Спартака вас не было. Джики, Ахлусевич, Денисов, Эдуард. Все, просто выгонять их нахер. Ребчуку оставить, товарища оставить. А вот, двух центральных защитников берите. Хороших двух центральных таких бородатых мужиков берите, чтобы они все им ругали. Двух центральных защитников минимум. Каждый центральный защитник стоит не менее 20 миллионов. Отбашляйте Лукоил, чтобы отбашлялся. И меньше они не стоят просто. Двух бородатых центральных защитников берите, да. Вот. После этого формируйте защиту. Окей. С этим, блядь, хохлом португальским. Ребчук, пусть тоже играет, там, на левом фроловке или правом фланге, да. И еще двух и двух, там, в лево-влево-правого защитник берите. Все. Вот такой выход. Другого выхода нет. Вот просто нет. Потому что это уже нихуя не смешно. Блядь, от Нижнего пропускать 4. От Оренбурга мертвейшего пропускать 2. От Зенита пропускать 3. Ама уже была и больше пропускать. А ты, Краснодар, который играл в меньшинстве, пропускать гол. Блядь, от Балотки гол пропустил. От Рубина пропустили гол мертвейшего Рубина. Вот. Все матчи подряд, во всех семи матчах пропускать голы. Это проблема игроков. Ты им ничего не объяснишь. Вот просто вот так. Вот. Ну, вот это вот про защиту Спартака. Ну, а если возвращаться к нападению, как я и сказал, главный итог этого матча для меня, то, что нападение Спартака не сыграл. Ребят, такое бывает. Такое бывает, что нападение не играет. Ну, такое бывает. Спад. Ну, без Зенита тоже бывает такое. Но когда нападение не играет, ты должны другие линии играть. Вот. Поэтому возлагать все вину на нападение не стоит на атаку. Потому что, ну, если просто, если, блядь, проваливается, защита под 3 мяча пропускает каждый матч. С Урала у Урала 3 получили. В прошлой матче. От Зенита 3 получили. Но уже дома. Ну, вы о чем? Постоянно, там, говорит, почему атака так мало забивает. Так вы много пропускаете. Вы много пропускаете. Рано или поздно, когда им происходит, что атака начинает барахлить, то это абсолютно нормальный процесс. Вот. Ну, то, что происходит с защитой, это, конечно, тихий уже. Ну, вот. Ну, а Зенит. Зенит, конечно, поздравляю. С Зенита еще ждут трансферы. Хорошие трансферы. В это летнее трансферное окно. Там, по-моему, осталось 10 дней. Ну, будут куплены хорошие топовые игроки. По-моему, 2 топов игрока еще будут куплены. Вот. И в целом, Зенит выходит из кризиса. И когда нужно, когда нужно, Зенит начинает играть. Я еще пред матчем ролики говорил. Ребята, вы зря говно втаптываете Зенит. Это команда с очень хорошим составом. Они настроятся на игру. Баррис будет играть. Вендер Клаудинио будет играть. Вы так не относитесь к Зениту, что он там факел еле обыграл, там, потерял очки, там, с Динамо, там, с Ростовом. Типа, невнятно играет. Зенит – это очень мощная команда по игре. Вот. И они накидают вашему Спартаку минимум трешку. Оно так и случилось. Оно так и случилось. А могли и больше забить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, Зенит является чемпионом. И в этом чемпионате они тоже станут чемпионом. То есть, там, Урал, Краснодар – это все сольется. Вот. Мы сегодня увидели настоящий Зенит. Ползенит. Это только 20% Зенит. Этой вот игры. Это сейчас еще кризис. Это еще Малкома нет. Вот. А Зенит будет наращивать свой состав, будет наращивать свою игру. Более атакующую будет. Вот. И даже при такой игре Зенит вот такой. Вот так он обыгрывает Спартак в Москве. Так что, вот такие итоги матча. Пишите в комментариях свои мысли. Ну и, конечно же, Зенит поздравляет с победой! Победой! Да! 3-1. Мы это драли их. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.